Раньше, когда я был молодым врачом, юридистом, я спрашивал, вы регулярно опорожняете кишечник? Человек говорит, регулярно, раз в три дня. Ну регулярно же? Я с вашего позволения присяду. Раз в три дня. Ну это же регулярно? Регулярно раз в три дня. Тогда я стал спрашивать, вы каждый день опорожняете кишечник? И некоторые говорят, нет, конечно. С каких это делов я буду каждый день? То есть люди совершенно не придают этому значения. И, к сожалению, ни медицинская наука, ни какие-то популярные передачи совсем не уделяют этому внимания. Вот представьте себе такую ситуацию. Человек не выводит с опановатой отходы. Отходы начинают и сама вата накапливаться в кишечнике. Какое-то время он сдерживает это. Ну там поболело, погурчало, сдерживает. Но какое-то время прошло, и эта вата заполнила, образно говоря, весь кишечник. А она по своей природе, вы помните, легкая. Начинает, куда она двигаться, если там внизу блок? Она начинает двигаться вверх. Вата начинает двигаться вверх. Она поднимается на уровень питы, место переваривания пищи. Что она делает? Задувает огонь, что ее много. Пищеварение еще больше ухудшается. Работа кишечника еще больше страдает. Человек продолжает не выводить отходы. Эта вата поднимается еще выше, на уровень груди. Это место капки. Появляются у человека какие-то боли в сердце, какой-то сухой кашель, одышка. Он имеет желание глубоко вдохнуть. Что-то тут неприятное. Какие-то сдавления. Идет к доктору. И мы делаем ЭКГ. Делают рентгеновские снимки. Говорят, ну, все нормально. Никаких проблем. Человек продолжает нерегулярно опорожнять кишечник. И, наконец, эта вата с дома капки поднимается в голову. При этом она нарушает все мозговые функции. Как физические. Появляется головная боль. Какое-то пульсирующее состояние в голове. Какая-то неприятная тяжесть из давления. Так и ментальные качества. Появляется бессонница. Ухудшается память. Человек трудно принять решение, потому что уже аж до прана ваты достала. Эти невыведенная вата из своего дома. Но при этом же мы должны вспомнить, что не просто же поднимается чистый альпийский воздух. А поднимается воздух, который увлекает за собой невыведенные отходы. И это уже совсем другая история. То есть, когда человек приходит и говорит, у меня мигрень. У меня бессонница. У меня там давление прыгает. У меня ухудшилась память. И вы у нее спрашиваете, вы каждый день опорожняете кишечник? Она говорит, нет. Все, можно не лечить мигрень. Можно не лечить гипертонию. Пока вы не откроете этот клапан и не очистите, и не дадите опане вывести все из тела, пока толку не будет. То есть, клизма, да? Клизма, усиление, переваривание пищи, специи, слабительная терапия. Тут, как говорится, все методы хороши. В зависимости от того, сколько дней там он не порожняет кишечник. А если специи помогают? Причины разные. Если, допустим, у человека сильная пита, и он еще специи добавит, то это не поможет. Первое, что там нужно балансировать, это вату. Ну, конечно, специи и специи им рознь. Вы же знаете, есть группа специй, которая называется ветрогонные специи. Фенхель, кумин, семя укропа, тмин. Они так и называются, ветрогонные специи. То есть, те, которые балансируют. Это не обязательно острые специи. Если это запоры у полного человека, когда много тяжести, много липкости, много холода, там, как правило, специи помогают. В любом случае, это уже как бы отдельная тема, важно понять, что головные боли напрямую связаны с работой кишечника. Как и прочим, все остальное. А если диарея, то тут что идет? Диарея – это пита. Мы немножко позже об этом поговорим. Апана вата – это важнейшая субдоша из ват, поскольку она расположена в своем доме. У меня был ребенок, еще когда я не изучал аюрведу, мама у него была учительница, я работал в селе, и она мне говорит, Юрий Михайлович, вот не какает уже два дня. Ребенку там шесть месяцев. Я прихожу, смотрю, живот мягкий, ребенок играется, ну как бы живой такой. Четыре дня он не какает, пять дней он не какает, семь дней он не какает, восемь дней он не какает. Кстати, я прихожу, живот мягкий, я в шоке. Ну я говорю, Наташа, ну давай поедем, куда-то поедем. Ну приезжаем, ему делают снимок, у него оказывается болезнь гиршпрунга. Кто может слышал, это врожденная аномалия развития кишечника, когда часть кишечника раздувается как шарик. Это часть, которая лишена поперечных вот этих мышц, он раздувается, и там эвакуируются каловые массы. То есть я к чему говорю, что вот в данном случае это тоже дисбаланс опаны, но только причинные факторы врожденные. Ну мы будем говорить кармические. Ну прооперировали, и как бы все нормально. Итак, мы рассмотрели четыре, а я говорил, что их пять. Последняя субдоша называется вьяна вата. Вьяна вата. Вьяна вата. Это вьяна расположена в сердце, в нервной, периферической нервной системе, в кровеносной системе, в коже и суставах. Главное место вьяна ваты – это нервная и кровеносная система. Соответственно, эта субдоша не имеет постоянного месторасположения. Сосуды есть везде, нервное кричание есть везде. Но главное, что объединяет там нервную систему, кровеносную систему, кожу и суставы – это то, что там все время что-то движется. В коже – это как бы мы не видим этих движений, но все, что воспринимает кожа через тактильную чувствительность – это тоже движение. Главное место вьяна ваты – это сердце. Сердце как мотор, который через циркуляторную систему с помощью ваты – помните, вата – это то, что отвечает за движение – циркулирует кровь по всей нашей физиологии. Эта вьяна вата регулирует просвет сосудов. Если сосуды теряют способность сокращать или расширять свой просвет, это всегда дисбаланс ваты. Классический дисбаланс вьяна ваты – это гипертоническая болезнь. Но это также всевозможные нарушения иннервации. Например, сердечная аритмия. Что это такое? Ничто иное, как нерегулярное поступление вот этих нервных импульсов, которые движут как раз вьяна вата к сердцу. И сердце там через раз сокращается. Также точно эта вьяна вата участвует в формировании такого заболевания, как артрит. Особенно у людей худеньких. Когда движение в результате сухости вьяна вата иссушает эти суставы, смазка теряется и формируется артрит. Так называемый функциональный артрит. Я прошу прощения, а гипотония же тоже? Да. Да, и так, и так. Как правило, гипотоники потом становятся гипертониками. Итак, мы рассмотрели пять субдош ваты. Теперь мы рассмотрим пять субдош питы. Первая субдоша питы называется пачака, пачака, пита. Пачака от слова пач переваривать. Конечно, вы понимаете, что переваривание у нас идет в желудке. И поэтому там, где расположена вьяна вата, ой, извините, сама на вата, которая раздувает ой, там же расположена и пачака. Главная функция пачаки – это непосредственное переваривание пищи. Здесь расположен главный пищеварительный огонь, который называется джадхар-агни. И вот именно этот джадхар-агни раздувает сама на ваты. А пачака-пита переваривает пищу. Ну, соответственно, если она в балансе, у человека отличное пищеварение, никаких проблем. А когда она слабая, под влиянием ваты, ветер может ее задувать опять же. Тогда несварение, урчание, вздутие, тяжести, колики, отрыжки и все-все, что сопровождает заболевание желудочно-кишечного тракта. Вторая субдоша называется ранджака-пита. Ранджака-пита происходит от слова «ранж» окрашивать. Эта ранджака-пита расположена в печени, в красных кровяных тельцах, то есть в эритроцитах и в селезенке. Это как раз охватывает аспект кроветворения и окрашивания, потому что печень же еще производит желчь, а желчь – это главная среда, которая окрашивает наше тело. Если ранджака-пита в балансе, у человека нет проблем с кроветворением как таковым, хороший гемоглобин, сила, хорошее насыщение тела кислородом, также точная селезенка, которая участвует в кроветворении. Но на физическом уровне она также контролирует функцию печени как таковой. Ферментативная активность печени, переваривание пищи, окрашивание. Когда это ранджака-пита? Очищение. Конечно. Все функции печени, как естественный фильтр. Когда это ранджака-пита, в дисбалансе мы видим анемии, бледности, проблемы с пищеварением, желтухи, боли в предподребели, образование камней в желчном пузыре, чрезмерная окраска тела, когда видим склеры желтые, кожа желтая, когда эта желчь, попадая в кровь, начинает окрашивать тело. Этого не должно быть. В норме желчь должна переваривать пищу и покидать тело вместе с отходами. Окраска кала, извиняюсь за подробности, это не что иное, как желчь, которая окрашивает отходы. Третья субдоша-питы называется садха-капита. Сад-ха-ка-пита. Садха-капита расположена в сердце. Это главное место садха-капиты. Также она расположена и в мозге, но главное это сердце. И хотя это сердце, и казалось бы, что мы должны говорить о сердце, но на самом деле эта садха-капита управляет не собственно физическими функциями сердца, сокращением, перелом крови и так далее, а управляет тонкими аспектами функции сердца, то есть сердечным довольствием, так выражается. С сердечным довольствием. Что это значит? Это значит, что если эта садха-капита сильная, сбалансированная, у человека, как мы говорим, сильное сердце. То есть он может прийти на помощь, он может быть отзывчивым, он может там постоять за слабых. Его сердце очень сильное, мы говорим. Это не совсем физическая характеристика сердца, потому что вьяна тоже же расположена в сердце, и за физическое функционирование больше отвечает вьяна. А когда мы будем капху рассматривать, там тоже одна судоша расположена также в сердце. Ну, в груди там написано, но по сути это легкие сердца. Когда же эта садха-капа слабая у человека, человек нерешительный, не может принимать решения. Он пасует перед трудностями, даже какими-то элементарными. Он не может о себе позаботиться. При этом могут возникать боли, потому что там живет душа. И когда она это видит, ей неприятно это, она начинает говорить, давай что-нибудь делай. То есть когда садха-капита в дисбалансе, то сердечные препараты мало помогают. Мало помогают. Потому что это аспект не совсем физический, как я сказал. Четвертое субдоша, питы, называется ало-ча-капита. А-ло-ча-капита. Ало-ча-капита расположена в глазах. И глаза это орган, который видит наружно. Но ало-ча-капита еще отвечает за внутреннее зрение. Когда мы говорим, он видит сердцем, это внутреннее зрение. Или он предвидит ситуацию. Это все характеристика ало-ча-капита. То есть и за внешнее, и за внутреннее видение, так называемое. Видение. Когда человек, например, как мы все, смотрим на какой-то объект, и мы видим объект. А человек видит чуть-чуть больше, чем мы. Как бы внутренним зрением он видит. Или он может взглянуть на человека, как раз там в экстрасенсорных людей. Они могут говорить там, он такой, такой. Они видят чуть-чуть больше, чем мы видим просто физическую оболочку. Ну, когда ало-ча-кап-дисбалансы, это просто все проблемы зрения. Все. Все, что связано просто пониженное зрение, или просто возрастная дальнизоркость, которая формируется 45-50 лет. Человек вдаль видит хорошо, а вблизи надевает очки, чтобы читать. Это все проблемы ало-ча-капиты. Включая тяжелые там глаукомы, какие-то катаракты. Ну, все, что связано с глазами. Пятая, последняя субдоша питы называется пхраджака. Бхраджака. Первая буква «Б». Бхраджака. Пита. Главное место пхраджака питы – кожа. И так как кожа есть на всем нашем теле, то можно сказать, что она не имеет такой постоянной локализации. Пхраджака пита отвечает за здоровье кожи, за терморегуляцию, за окраску кожи. Если пхраджака пита – сильная, сбалансированная, у человека красивая, блестящая кожа. Так написано в Ведах. Именно блестящая. Чистая, красивая, равномерно окрашенная, блестящая кожа. Хорошие принципы терморегуляции. Человек и не потеет сильно, и не мерзнет сильно. Хорошая терморегуляция. Когда же эта пхраджака пита нарушена, то, конечно, все кожные проблемы связаны с пхраджака питой. Она может сама по себе давать болезни, когда этой пхраджака питы много. Например, человек в конституции питы и употребляет много острых специй. И это происходит летом. Еще он политик спорит там о чем-то. Он все время питу генерирует. Это может проявиться в кожной болезни. Но часто это также проявляется, когда эту пхраджака питу блокирует либо капха, либо вата. Вата это вьяна, которая в коже. Ну а в капхе сейчас мы будем рассматривать. То есть все кожные проблемы, это проблема пхраджака питы. И теперь пять субдош, которые составляют капхи. Первая субдоша капхи называется клетока капха. Клетока капха расположена в желудке. Главное место клетока капхи – это внутренняя оболочка желудка. Представьте себе кастрюлю, в которой там варится что-то. А варит пищеварительный огонь. Если бы в этой оболочке защитной не было, мы бы все с язвами ходили, с дырками, с кровотечениями. То есть клетока капха, главная ее функция – это защита стенки желудка от огня. Когда она в балансе, это прежде всего говорит о хорошем пищеварении. Соотношение пача капиты, ну правильно говорить, соотношение сомановаты – это пищеварение. Пача капиты – это пищеварение. И глетококаты – это пищеварение, процесс пищеварения. Что мы сначала делаем, когда мы кушаем? Сначала мы жуем, выделяем слюну, обрабатываем пищу, обволакиваем пищу. Вот это все функция клетока капхи. Когда она пережевана, смягчена слюной, там еще выделяются ферментики, она уже более подготовлена к пищеварению. Затем ее непосредственно переваривает пача капита, которая раздувается сомановатой. Если же клетока нарушена, мы видим тяжесть после еды, большое слизеотделение, человек может испытывать позыв к рвоте. Ну, наверное, каждый из присутствующих когда-то испытывал тошноту и рвоту. Особенно, если это было с погрешностью в питании. И вы все знаете, что если только человек вырвет, сразу ему становится легче. Потому что рвота – это первое лекарство для клетока капхи. Когда мы что-то седаем некачественное, огонь не может переварить, пища остается в желудке. И когда мы это выводим наружу, мы сразу выводим эту недоброкачественную пищу с помощью клеток капхи. Вторая субдоша называется аваламбакакапха. Аваламбакакапха расположена в груди. Это главный дом капхи. И поэтому, если у ваты главная субдоша – апанавата, то у питы – пачапапита, поскольку она расположена в доме питы. И, наконец, аваламбакакапха – это главная субдоша капхи. Она расположена в груди, в сердце, то есть в груди и в сердце, а также в пояснице. Именно эта субдоша поддерживает человека в вертикальном положении. Ему не падаем на четыре. Аваламбакакапха расположена в пояснице – это как корсет, образно говоря. Он держит нас в вертикальном положении. Когда аваламбакакапха в балансе, у человека свободное, лёгкое дыхание, нет повышенной слизи образования, нет обструкции, ровное сердцебиение, нет тяжести при дыхании, у него нет боли в пояснице, что часто бывает, сейчас объясню более подробно. Когда же эта аваламбака нарушается, первое, что мы видим, это все бронхолёгочные заболевания. Одним из классических дисбалансов аваламбакакапхи считается бронхиальная астма. Мы знаем, что эта астма сопровождается повышенным слизи образованием, лёгким вдохом и затруднённым выдохом. По поводу боли в пояснице. Многу всех бывает боли в пояснице. Некоторые говорят, у меня там радикулит, некоторые прострелы, как угодно называется. Но бывают боли аваламбакакапхи. Как они протекают? Человек утром встаёт, и чувствует скованность и боли в пояснице после сна. Казалось бы, но он же мешки не тягал ночью. Он лежал, отдыхал. Капха какая у нас? Стабильная. Что такое сон? Это обездвиженная активность. То есть сон – это капха. Когда аваламбака слабая, она, конечно, накапливается, в том числе и в пояснице. Человек встаёт вот так прямо. Идёт в туалет, скованность, боли. Умывается, чистит зубы, уже готовит завтрак, уже ему немножко лучше. Потом он ещё там походил, что-то сделал, оделся, уже выходит на работу и говорит, ну так, ничего. Говорит, расходился. Что такое расходился? Это движение. Движение что у нас? Вата. Вата разогнала эту аваламбакакапху. И как лечить эти боли в пояснице? Все там йога-раджи в данном случае они неэффективны. Утренняя гимнастика. Общее уменьшение капхи в теле за счёт правильного питания. Режимные моменты. Ранний отход ко сну, ранний подъём. Если сидячая работа, каждый час вставать и делать какие-то упражнения. Всевозможные скручивающиеся асаны вокруг позвоночника. Всё это не даёт этой аваламбаке застояться. Также один из классических таких расстройств это, собственно, аллергия, которая связана с лёгкими. То есть не просто бронхиальная астма, а по типу аллергический бронхит, астматический его там ещё называют бронхит. Это тоже связано с аваламбакой капхой. Аваламбакакапхой. Третья субдоша капхи называется бодхака. Это бодхакакапха. Бодхакакапха расположена в языке, в слюных железах и горле. Главная функция бодхакакапхи – это развлечение вкуса. Развлечение вкуса. В языке, в слюных железах и в горле. Главное место, конечно, язык. На языке вы знаете сосочки, которые воспринимают вкус. И если бодхака в балансе, человек работает вот этим, который… Как это? Дегустатор. Да, дегустатор. Вот сегодня кто-то был у меня на консультации. Дегустатор кофе. То есть не просто там, а когда большие партии, то есть серьезная работа. Эта бодхакакапха должна быть очень сбалансирована. Ну там дегустируют вина, ну разные, что там. Когда же этот бодхакакапхан в дисбалансе, первое, что мы чувствуем, мы теряем остроту вкуса. Вроде едим сладкое, но нам не сладкое. Вроде едим кислое, но нам кажется каким-то извращением вкуса. Вот так. Вообще потеря вкуса, неощущение вкуса еды считается очень грозным симптомом. Очень тяжелым расстройством капхи в целом. И в том числе субдоши бодхакакапха. Четвертая субдоши капхи называется тарпакакапха. Тарпакакапха. Тарпакакапха расположена в предаточных пазухах носа, то есть в гайморовых пазухах, лобной пазухи, то есть во всех предаточных пазухах носа. Также в голове и спинномозговой жидкости. Но главное место – это предаточные пазухи носа. Если это... Главная функция – это различение запаха, ну и, конечно же, дыхание через эти верхние дыхательные пути. Если это субдоша в балансе, человек очень хорошо различает запахи. Опять же, дегустаторы, которые там духи, там разные. Опять же, просто человек, который хорошо различает запахи, они даже немножко от этого страдают. Я знаю некоторых людей. Это, как правило, люди капхи. Когда они заходят в метро или маршрутку, они не могут себе места найти. Говорят, там Красная Москва, там Шипр, там Пелегар, там табак, там, я извиняюсь, не свежие носки, там и так далее. То есть они очень страдают. Когда же этот... Это субдоша в дисбалансе. Первое, что мы видим – накопление слизи в носу и предаточных пазухах носа. Здесь мы остановимся. Можно так сказать, что сейчас часто можно услышать от людей – у меня гайморит, у меня там хронический ренит, у меня там еще какие-то там проблемы с носовым дыханием. Начинают люди, особенно при гайморитах, принимать антибиотики. И говорят, вот пока там антибиотики колю, вроде бы ничего, перестаю, там через два дня все назад возвращается. Само слово гайморит, то есть оканчивается на «ид». Бронхит, адмексит, синусит и так далее. Из латыни обозначает воспаление. Воспаление, как вы понимаете, это всегда пита. А здесь тарпака капха дает повышенное слизеобразование. Это капха. И антибиотики в таком случае ну никак не... Я не говорю, что нет острых ренитов и гайморитов. Есть, но это не подавляющее большинство. Это какие-то единицы. Человек простыл, там из горла попало в нос и в гайморовые пазухи. Да, острый гайморит. И тогда антибиотики очень эффективны. А если человек прошел курс антибиотиков, а слизь не уходит, это значит, что это не гайморит. В прямом смысле не гайморит, а дисбаланс тарпака капхи, который накапливается, слизь накапливается в синусах и, конечно же, мешает носовому дыханию, затрудняется насыщение кислорода кислородом мозга, а это краткий путь к тканям мозга, и возникают всевозможные проблемы. Не просто это неудобно человеку, там, постоянный забитый нос, но также страдает и мозг, и, соответственно, все функции мозга. Что делают в современной медицине? Назначают всевозможные капельки в основном сосудосуживающие. Человек говорит, я все время капаю каплю. Все время. Когда капля попадает такая в нос, она действительно закупоривает сосуды, слизь не выходит, как-то носовое дыхание восстанавливается, прекращается действие этой капельки, сосуды расслабляются, слизь опять погнала. То есть, она говорит, я каждый час, там, каждые два часа капаю капельки. И это не лечение, как вы понимаете. В аюрведе подход такой, нужно в целом балансировать капху в теле, уменьшать капху в теле. Но локально используются такие средства, которые не просто там очищают, а тянут на себя слизь. Когда такие средства закапывают, это такие масла, как анутаил, шадбинту таил, и современные препараты юридических цифрограин. Ну, будем говорить о классических. Когда такое масло попадает в гайморову полость здесь слизь, это масло адсорбирует на себя, тянет, как пылесос. И через какое-то время человек чувствует, что здесь слизи стало еще больше. И если ему этого не рассказывать, он будет в шоке, думает, ну тут надо лучше, а тут хуже. Он просто должен пойти и очистить нос. И на этом заключается все лечение. Ну, на фоне всех рекомендаций, которые будут уменьшать капку. Диета для капки, режим для капки. На место освободившиеся от слизи приходит свежий воздух. Воздух у нас что? Вата. Вата у нас какая? Сухая. И это приводит к очень хорошему результату. Также применяется местное лечение локальное. Например, аппликации сухого имбиря. То есть немножко переносится вот эту бабочку смазать детским кремом чуть-чуть. И имбирь сухой берется пару ложек, добавляется вода по капелькам, чтобы сделать пасту, чтобы она не текла, как пластилинчик такой. И тогда сюда выкладывается тоже дает хороший эффект. Но долго держать нельзя. Буквально 3-5 минут, потому что будет ожог. Особенно это полезно и эффективно для людей капха-типа и в детской практике. Потому что дети, как вы помните, живут в периоде жизни капхи. Поэтому они чаще болеют. Не потому, что у них, как современная медицина говорит, у них неопытная иммунная система, и поэтому они чаще болеют. Нет, они живут в периоде капхи. Капха, как вы помните, отвечает за структуру тела. Это значит, что детский период это рост и накопление структуры. Это главная особенность детства. Мы растем. Без капхи рост невозможен. Но когда эта капха в дисбалансе, она в своем доме дает кашель, насморк, и поэтому детки чаще болеют. И последняя субдоша капхи называется шлейшака или шле-шака. Шле-ша-ка капха. Шле-ша-ка-ка-пха расположена в суставах. Главное место шлейшаки капхи. И в суставах это не что иное, как смазка сустава. Эта смазка позволяет трущимся поверхностям не травмировать друг друга. Человек ощущает полное, легкое, безболезненное движение. Если это субдоша в балансе, проблем с опорно-двигательным аппаратом нет, с суставами. Так устроены любые суставы, даже позвоночники, объем движений меньше, но принцип такой же. Когда это шлейшака в дисбалансе, первое, что мы видим, это увеличение смазки в суставах, ее уплотнение, ее несвободное движение по трущимся поверхностям. Как примерно мужчины понимают, как в подшипнике тугая смазка. Она не позволяет смазывать. И возникает что? Тугоподвижность, отечность, такая скованность суставов. За само движение сустава отвечает вьяна, но за смазку отвечает шлейшака. Соответственно, дисбалансы, то есть это все суставные проблемы. Видите, 15 субдош. И из каждой субдоши одна из них участвует в каком-то процессе. Вот мы крестиком выделили пищеварение. Пищеварение, пача пищеварение и клеток пищеварения. Возьмем те же суставы. Вьяна движет, то есть это суставы, ну в том числе, там-то много. А подагра это вьяна? Подагра это пита в суставах, когда накапливается пислота. Это немножко там первичная пита, не вторичная. Во всех суставных проблемах, когда нет смазки в суставах, вата высушивает, трущиеся поверхности начинают травмировать друг друга. Возникает так называемое вторичное воспаление. Сначала нарушение функции, потом вторичное воспаление. А если это подагра или ревматоидные арты, там первичная пита, то есть есть внешний фактор, который приводит к нарушению функции сустава. Там воспаление, там кислота, там тоже вата и капха участвуют, но первичная пита, которая нарушает эту вату и капху. И также точно возьмем сердце. Мы понимаем, что садха капита расположена в сердце, а валамба капха расположена тоже в сердце, и та же вьяна тоже расположена в сердце. То есть я к тому, что не может процесс протекать только под влиянием одной субдоши или двух. Всегда три процесса. Один более важный, другой менее суставы закончили? Суставы это вьянова, это шле шака капха суставы, я не написал, суставы. Сейчас, сейчас, сейчас. Садха капха капха. Питы тут как раз суставы напрямую нет. Кожа глаза, сердце окрашивание, напрямую нет. Но и все равно этого не может быть, чтобы только там один или два. Все три закона участвуют в любом процессе. В любом. Вот особенно это хорошо видно на пищеварении. Я вот когда-то буду дальше читать биоритмы природы, и там будет, как пример, приводиться биоритм переваривания пищи. Можно сейчас его упомянуть. Первый час после еды, вы поели в 12, примерно первый час после еды пищу переваривает клетока. Например, вы в 12 поели. До 13 пищу переваривает клетока. Что это? Это пережевывание, увлажнение, подготовка пищи. Ферментация. Да. У кого-то это чуть быстрее, если огонь сильный. У кого-то это медленнее. Мы говорим условно. Второй час после еды пищу непосредственно переваривает пача капита. Примерно с 13 до 14. И когда она же переварена, ее же нужно куда-то везти. Переваренная пища идет в ткани, формирует ткани, и переваренная пища идет в отходы. А за движение у нас отвечает вата. И сама на вату она не только раздувает, но и ведет эту пищу к своему месту. Там с 14 до 15. То есть процесс такой. Сначала капха, потом пита, потом вата. Вот представьте, вы в 12 пообедали. Если у вас идеальное пищеварение, как минимум нужно 3 часа, чтобы переварить пищу. То есть до 15. Но в 15 вам доктор сказал, вам нужно дробное питание. И вы в 15 съедаете мороженое или бутерброд. И что начинается для этого бутерброда? Опять полный процесс. этот бутерброд, который там в 15 съели, опять для него начинается сначала клеток переварить до 16 потом пачка там с 16 до 17 потом опять сомально там с 17 до 18 а в 18 вы сели ужинать и это бесконечно. Поэтому дробное питание с позиции аюрведов это нехорошая вещь. Ее можно рекомендовать только детям. Мы видим как они бегают жуют жуют бегают поспали едят потому что они растут. Мы можем это рекомендовать беременным женщинам и то там осторожно. И также из всех типов конституции именно ватам можно допускать какие-то перекусы. Поскольку они за один раз не едят много пищи у них пищеварительный ром допускать. Но питам и капхам как правило я говорю о среднестатистическом населении так сказать как правило это не полезно. Огонь не может быть все время ждать пока мы туда что-то кинем. У него такие же точно биоритмы как и везде. Есть периоды активности и есть периоды отдыха. Самый активный огонь независимо от объема в час. Независимо зависит от силы пищеварительного огня. У людей пито конституцион более сильный пито капха менее в каждом конкретном случае это условно час у кого-то это может быть 40 минут а у кого-то час 20 ну к примеру то есть тут важно понять принцип что пища не может перевариться адекватно быстрее чем за 3 часа поэтому дробное питание штука не полезная а сейчас сплошь и рядом сплошь и рядом рекомендуют дробное питание эти знания об этих субдошах конечно же позволяют более глубоко понять природу болезни и более корректно назначить лечение но кроме этого в физиологии и анатомии человека есть еще один очень важный аспект который называется тхату тхату это ткани ткани тхату формируется естественно из пищи тхату выполняет роль в нашем теле поддержание тела питание тела и поддержание тела чистота и сбалансированность этих тканей очень важна сейчас мы разберем как формируются ткани и так тхату всего существует всего существует 7 тканей у человека они называются так раса это первоткань пока не пишите я буду повторять раса первоткань ракта кровь мауса мышцы меда жировая ткань асти кости маджа это нервная система и костный мозг и шукра это репродуктивная ткань эти ткани последовательно развиваются одна из одной но первая ткань которая называется раса формируется из съеденной пищи так вот аюрведа говорит что формирование этих тканей это очень длительный процесс очень длительный процесс и так раса тхату это самая грубая ткань это продукты первичного переваривания пищи в современной медицине есть такой термин хилус хилус это и есть продукты первичного переваривания пищи эта ткань формируется через 5-7 через 5-7 дней я это не хочу вытирать потому что там у нас есть через 5-7 дней после того как вы съели пищу то есть сегодня вы съели обед из этого обеда только через 5-7 дней формируется раса тхату первая ткань почему 5-7 дней если пищеварительный огонь сильный это может быть 5 если там чуть слабее это может быть 7 это все достаточно условно важно понять что это не так что вы сегодня пообедали а завтра уже раса тхату это очень важно кроме того а где нам все это время где-то вот процесс формирования происходит формирует в тонких каналах в широтах в каналах циркуляции то есть какой-то переработка какой-то синтез происходит из этой энергии в рожде да ну представляете как может из пищи сегодня мы съели обед и там если так мышца сразу это длительный процесс я хочу вам сейчас это вы послушаете я все вопросы озвучу раса это мышца раса это первоткань или продукты первичного переваривания пищи хиллус хиллус представьте себе если у человека пищеварительный огонь слабый проблемы с пищеварением нерегулярное питание некачественная еда эмульгаторы красителя алкоголь еда на ходу как у него может сформироваться полноценная сбалансированная первоткань ну мало вероятности очень сложно ну образуется да что там правильно что-то образуется а потом из этой выше лежащей ткани формируются все ниже лежащие ткани поэтому если ее нету так и ничего другого тоже нет ну другим словами если она не сбалансирована то трудно ожидать ниже лежащей ткани сбалансированными поэтому и говорят во многих народах в том числе и в нашей традиции ищите болезнь на дне своей тарелки что вы съели то и вы представляете 95% болезней берут источник из выходит из пищеварительной системы даже те болезни которые не локализуются в пищеварительной системе ну сформировалась это раса тхату далее через 5-7 дней продукты первичного переваривания пищи бульон вы съели много-много первичное переваривание каша бульон так можно понять через 5-7 дней после формирования раса тхату образуется ракта то есть это 10-14 дней из той еды которую вы съели сегодня в пищеварительной из 5-7 дней формируется мышечная ткань еще через пять дней жировая ткань еще через пять дней костная ткань еще через пять дней костный мозг и нервную ткань еще через пять дней шукра 7 на 5 это 35 а если семь дней то 40 то есть 35 там 40 42 дня из той пищи которую вы съели сегодня только сформируется самая высоко организованная ткань которая называется шукра репродуктивная ткань вот это очень важное знание что если у человека слабая мышечная ткань и он начинает ее просто там питать и мазать то это конечно неплохо но нужно понимать откуда она формируется еще более важно понимать что этот процесс переваривания формирования тканей не может идти без такого понятия как отжаз вот же это вещество счастья это абсолютно материальная субстанция которая есть у каждого человека и без отжаза невозможно сформировать ни одну ткань а юргета говорит непонятно что современная медицина этого не признают что это не можно нельзя там пощупать так сказать и так иммунитет уж нельзя пощупать и я говорю электричество тоже нельзя пощупать но ставьте пальцы в розетку и почувствуйте что оно есть правильно ли проводить вот между отжазом и иммунитетом вообще какую-то аналогию это один из аспектов иммунитета если у человека от же сильный иммунитет как правило очень сильный и он может легко преодолевать не только болезни а вообще по жизни нагрузки какие-то неблагоприятные условия иммунная система дает ответ можно и так сказать один из аспектов да но можно так сказать испытание испытывание любви взаимоуважения испытание того что ты кому-то нужен то есть потребность тебе есть это все формирует ужас но это тонкие аспекты мы сейчас говорим о более грубых то есть о еде вот этот поджаз он существует в двух формах есть проявленный поджаз он называется пара поджаз это восемь капель которая находится в сердце каждого человека я вчера по моему об этом говорила эти восемь капель в сердце человека почему восемь потому что семь тканей и одна капелька отжаза для души она всегда остается в сердце потому что без поджаза жизнь невозможно когда человек умирает под старости как мы говорим там 90 лет умер человек спрашивает почему умер они говорят вот взял и умер человека на огороде с кяпкой ходил он лег заснул и умер вроде не болел это значит что он исчерпал свой отжаз но мы говорим он прошел свой жизненный путь но на физическом уровне он исчерпал свой отжаз эти восемь капель поддерживает формирование одна капелька на каждую ткань плюс одна капля остается в сердце это не проявленный отжаз этот поджаз который питает капли он циркулирует в крови но питая ткани он циркулирует в крови это проявленный отжаз пишется в ведах что его количество половина анджелы то есть если две ладошки сложить половина вот такое количество проявленного отжаза и разом циркулирует в крови то любая кровопотеря острая кровопотеря приводит к смерти если человеку в автодорожке поранили аорту то он там через 15 секунд 20 секунд умер люди врачи вернее современное говорят смерть наступила в результате кровопотери а ирведа говорит смерть наступила в результате острой потери поджаза который циркулирует в крови без отжаза жизнь невозможно качество отжаза это качество всей нашей жизни чем более сбалансирован поджаз тем лучше формируются ткани тем они чище тем они лучше выполняют свою функцию то есть все что касается физического функционирования тела улучшается и поддерживается поджизом отжиз запускает механизм формирования тканей и в результате когда формируется шукра репродуктивная ткань из нее также формируется отжиз но здесь у нас немножко загнулась я сейчас постараюсь вам показать это вещество счастья это абсолютно материальная субстанция подскажите мне пожалуйста а вот доноры которые сдают кровь они почти ежемесячно раз нет это наоборот стимулируется это кровоопускание когда пьянки перестанет это как там вообще рано но то есть это не считается я поняла 2 литра потери кто сдает кровь давали молоко раньше кто сдавал кровь давали молоко и отжаз восстанавливает алкоголь увеличивает отжаз но правда не 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 сбалансированных качеств не самые большие качества а я помню у нас студентами там вообще же приглашали медиков давили на сознательность я не знаю я раз 20 точно сдавал обратим внимание когда из шукры формируется отжаз а это сущность всех тканей вершина развития всех тканей если раз от хату сбалансировано потом все ткани тогда отжаз получается с самым сбалансированным и посмотрим на качество этого отжаза отжаз тяжелый холодный мягкий гладкий густой сладкий стабильный чистый липкий маслянистый посмотрите чьи это качество это все качество капхи все качество капхи то есть кто думает что капха это что-то плохое как он ошибается капха в сбалансированных качествах дает такую силу физиологии такую выносливость но только когда она сбалансирована также точно и пита если она в балансе человек полон энергии кучу дел делает не устает всегда веселый не злой не не агрессивный а когда он в дисбалансе на готов всех съесть и также точно вата когда вата в балансе на проявляет энтузиазм такое веселое умонастроение куча всяких идей когда вата в дисбалансе страхи переляки человек там заикается быстро устает там и так далее то есть поджаз это абсолютно сбалансированная капха и поэтому это очень сильно поддерживает как структурный закон поддерживает нашу физиологию могли бы сразу сказать какие-нибудь продукты лекарства до полпродукты появляется лекарство вот чтобы повышает нашу естественно если он же собладает такими качествами то все продукты которые поддерживает капху увеличивает отжас из них самое главное это молоко продукты из молока не скишие то есть кефир там сметана в меньшей степени а вот сливки масло и особенно топленое масло хорошо поддерживает отжас два злака которые очень хорошо поддерживают отжас это пшеница и рис потому что они поддерживают капху дальше практически все сладкие фреш соки все сладко там априкосовый виноградный главное сладкий потому что капха сладкая вот это вот основные основные там есть еще мы будем мёд да мёд тоже но мёд опять же если он эффективно переварен мёд тоже мы знаем липкий тяжелый но это единственная сладость которая не увеличивает капху но поддерживает мороженое а если нет усвояемости мороженое нет вы помните я сам я говорил холодное молоко не переваривает даже здоровый желудок а если нет а если не усвоение молока может если вы входите в это число или человек входит в это число когда нет фермента но поверьте что фермент есть просто начинается сразу дисфункция кишечника потому что молоко это тяжелый продукт возьмите молоко и возьмите его качество молоко холодное сладкое тяжелое липкое это очень трудно переварить если вы хотите молока вам нужно использовать методику приучения молока человека к молоку вы должны начинать его пить в разведенном состоянии кипяченым со специями например 2 2 столовые ложки молока и там 5 ложек воды и щепотка куркумы перекипятите сегодня выпить и так попить скажем пару месяцев и вы видите как увидите как ваша лактоза начнет проявлять активность и и заставляют работать потому что статистика мировая я конечно сейчас боюсь ошибиться но последний раз я читал что в мире всего 0,04 процента людей которые не имеют этого фермента лактоза а сейчас выйдем на клещатик каждый второй скажет да у меня нет фермента у меня нет фермента молоко это же благостный продукт молоко это саттва молоко это божественное а почему на молоко так много как я говорю прогонов потому что это демоническое влияние не пейте молоко не поддерживайте свое сознание не поддержите свое тело как я читал когда профессор пишет какой-нибудь ерунду о молоке автор пишет это не он пишет этот чертенок сидит у него на плече и в ухо ему никто и товарищ профессор пишет что молоко это плохо но правильно это тяжелый продукт но его нужно эффективно переварить если человек не переваривает то не молоко же виновата в том что вы его не можете переварить а вы ну как вы всему там обстоятельств либо это пищеварение слабое либо неправильное употребление холодным например либо смешение с другими продуктами например человек ест картошку и запивает молоком вкусно наверно вкусно ну наверно мы все такое ели конечно нет вот я заметила что натощак вообще то есть на голодный желудок а ваш пищеварительный огонь не готов перевариваю такой пищи как бы мы это не назвали как бы это кипятите разводите водой пейте со специями небольшое количество перед сном без ничего а можно магазинное молоко супермаркет если я скажу нельзя это будет неправильно где вам взять всем натуральное молоко если человек живет на этаже ну как ему сказать пейте парное молоко можно на рынок ездить я например лично езжу на неизвестно можно но и чаще всего человек говорит вы что доктор не в этом мире живете куда куда я поеду запомню реально нужно я живу в такой местности где у нас есть шикарный рынок и мы у женщины уже лет десять берем молочные продукты мы уверены в качестве потому что я был у нее дома у нее 6-7 коров всегда ну конечно можно это конечно целая тема но я вам скажу что чем они отличаются и коровье и козье и верблюжачье и кобылицы все молоко полезно их отличие в том что они находятся в разном состоянии материя в разном состоянии молоко коровы это чистая сатва молоко козы это раджас это не значит что его нельзя пить там или но не полезно но она поддерживает раджас теле и опять же мы не скажем что раджас нам не нужен нацеленность на результат мы все ну как поработаем мы живем в таком мире он просто не должен доминировать над сатвой а как молоко там буйволицы кобылицы и верблюдицы это молоко в тамосе но это молоко которое люди пьют но это поддерживает несбалансированное качество материи тамос но это нельзя сказать что не пейте а вот и у меня есть азербайджанские сказки там ведическая философия да в этих сказках там советуют пить молоко кобылицы сорок дней для того чтобы избавиться от болезней почему бы не коблицы не никого не там не фурии не я могу ответить так если они выращивают кобылиц к кобыл лошадей у них коров нет то почему бы им не пить молоко кобылицы были бы у них коровы и пили бы не коровы и молоко это не в обиду будет сказать традиция традиция на украине не пьют же кобылицы молоко потому что коров достаточно было но сейчас там меньше нет но в архипаджане там тоже коровы есть тем не менее я вам сказал так как я вам сказал так как написано в ведах я ничего не выдумываю молоко коровы чистая садка